Буквально несколько слов. Я представляю, как видите, организацию в левый верхний угол, Институт специальных исследований. Это общественная организация, подчеркну ее статус, негосударственная. Мы представляем собой научный коллектив, который был собран для решения одной из проблем, которой как раз посвящен данный доклад. Что очень важно. Мы оформились как институт для того, чтобы вести переговоры с различными правительственными органами, научными центрами, образовательными центрами для того, чтобы получить поддержку в своей работе. Позже я расскажу несколько слов о том, что же нам удалось, что нам не удалось. Но сейчас, на текущий момент, наш официальный статус — это Институт специальных исследований. В группу входит, предполагалось, три докладчика. Я, Солошенко Михайлович, Янчилин Василий Леонидович и Кудряшов Сергей Евгеньевич. Однако по ряду причин они не смогли явиться сегодня. Но я думаю, что у нас все получится. Переходим к докладу. Содержание доклада. Я вкратце расскажу суть вопроса о связи времени и гравитации. Рассмотрим, что такое стандарт времени. Обратим внимание на позицию Ньютона и Эйнштейна. Затем я дам краткую формировку эффекта Солошенко-Янчилина и новый взгляд на связь времени и гравитации. Далее скажу несколько слов о существующем открытом публичном научном конкурсе, совершенно официальном. Мы рассмотрим аргументы за существование эффекта Солошенко-Янчилина и против существования эффекта Солошенко-Янчилина. Также будет рассказано о том, какой существует, предлагается проект для детектирования эффекта. Ну и, наконец, будут рассмотрены потенциальные практические следствия эффекта в случае, если он подтверждается. Сразу скажу, предвещая вопрос, эффект Солошенко-Янчилина на дотекущий момент носит статус гипотезы. Суть вопроса. В современной физике в качестве эталона времени принята атомная секунда. В докладе речь идет о времени как мере измерения темпорального процесса. И время связано с атомной частотой излучения. Всем известно, что во времена Ньютона время рассматривалось как независимый параметр. У Ньютона время носило абсолютный характер. По Ньютону абсолютное время существует и длится равноверно само по себе, безотносительно к каким-либо событиям, в том числе безотносительно к изменению гравитационного потенциала. Начало XX века знаменовало новую эпоху. Рождение новой физической парадигмы релятивизма Эйнштейна. Всем известно, что релятивистская парадигма XX веке концептуально изменила предшествующий взгляд на время и связь времени и гравитации. Не буду вдаваться в детали о релятивистской парадигме, просто выделю самые важные вещи. Чем она отличается от взглядов Ньютона? Одна из главных идей, лежащих в основе релятивизма, — это время не есть независимый параметр, что следует рассматривать пространство-время как единый физический четырехмерный континуум. Эйнштейн впервые дерзнул описать гравитацию посредством геометрической модели, в которой гравитационные эффекты обусловлены деформацией, он назвал искривлением, самого пространства-времени. В противопоставлении к модели Ньютона Эйнштейн выдвинул идею, что время может изменить свой ход при определенной величине гравитационного потенциала из-за искривления четырехмерного континуума. То есть, еще раз, по Ньютону нет связи между временем и гравитационным потенциалом. Эйнштейн впервые выдвинул идею о связи времени и гравитационного потенциала. Отметим, что время измеряется посредством часов и стандарта атомной секунды Скорость хода атомных часов пропорциональна частоте излучения атома, на которой работают эти часы Поэтому скорость времени и скорость хода атомных часов — это одно и то же в современной конвенциальной физике Согласно общей теории относительности Эйнштейна, частота излучения атома, соответственно, и скорость хода атомных часов понижается вблизи большой массы То есть время замедляется в поле гравитации Этот эффект называется гравитационное измерение времени, gravitational time dilation И он на текущий момент считается современной конвенциальной наукой, доказанным физическим фактом Следует особо отметить, что взгляды Ньютона и Эйнштейна на связь с временем и гравитацией не дополняют друг друга, а находятся в оппозиции друг к другу Одним из доказательств гравитационного замедления времени считается эффект красного смещения Это так называемое гравитационное смещение спектральных линий При этом при рассмотрении эффекта красного смещения очень часто в огромном количестве монографий и учебниках модели Ньютона и Эйнштейна рассматриваются как дополняющие друг к другу, хотя это не так, и они исключают друг друга На примере красного смещения рассмотрим две интерпретации Интерпретацию Ньютона Эффект красного смещения имеет объяснение в рамках закона сохранения энергии Фотон теряет энергию, преодолевая силу тяготения Изменяется его частота и энергия, что влечет смещение спектральных линий По Эйнштейну энергия и частота фотона не изменяются при движении фотонов в гравитационном поле Время замедляется в поле гравитации, и это влечет смещение спектральных линий Особо отметим, что на текущий момент нет ни одного экспериментального доказательства, что частота и энергия фотона не изменяются при движении фотонов в поле гравитации При этом есть набор косвенных физических феноменов, говорящих в пользу возможностей их изменения, о чем я потом чуть-чуть скажу в презентации Теперь о нашей работе, о сути нашей работы Ядром нашей работы является формулировка гипотезы об эффекте Салашенко-Ничилина Команда Института специальных исследований заявляет, что гравитационное замедление времени, так называемый постулат ОТО о темпоральном процессе Несмотря на общепринятую в конвенциальной физике точку зрения, до сих пор является гипотезой без физического доказательства Позиция научной команды. Истинен обратный эффект, а именно существует эффект Салашенко-Ничилина Гравитационное ускорение времени. Gravitational time acceleration Его краткая формулировка эффекта Эффект Салашенко-Ничилина. Частота излучения атома увеличивается в поле гравитации Время ускоряется в поле гравитации в связи с уменьшением значения постоянной планка вблизи большой массы В рамках новой модели полная энергия тела массы М определяется его энергией гравитационного взаимодействия со всей материей Вселенной Движение физических объектов есть результат гравитационного взаимодействия данных объектов со всеми массами Вселенной Связь эталонов длины и времени с процессами в атоме выражается в том, что вблизи большой массы возрастают частоты излучения атома Массы покоя и милитарных частиц уменьшаются Эффект Салашенко-Ничилина принципиальный для понимания феномена гравитации Более того, подтверждение истинности гравитационного ускорения времени, то есть эффекта Позволит отсечь множество теоретических моделей, согласующихся с гравитационным замедлением времени Потому что сейчас физика, с нашей точки зрения, находится в частности в тупике Поскольку из-за того, что доминирует ряд парадигмальных теорий Носители новых идей пытаются встроиться в эти парадигмальные теории То есть подстраивают свои предположения и следующие выводы из этих предположений Под якобы известные или доказанные вещи Помимо формулировки эффекта Салашенко-Ничилина Нашей группой удалось сформулировать условия нормировки физических величин Скорости света, постоянной планки, массы электронов В условиях, изменяющихся пространственно-временного масштаба При разных гравитационных потенциалах В чем суть проблемы, которая стояла перед нашей группой? Любую единицу длины и времени можно выразить через фундаментальные единицы длины и времени Составлены из комбинации основных физических констант Или то, что сейчас принято считать как физические константы Скорость света, постоянная планка Обратите внимание, речь идет о приведенной постоянной планке То есть так называемой параметре дирека Масса электрона В связи с этим возникает вопрос Как в гравитационном поле должны изменяться эти величины Чтобы изменение пространственно-временного масштаба Соответствовало уравнениям теории гравитации Данная задача без своего решения была сформулирована Ричардом Фейманом Согласно ОТО, вблизи большой массы изменяется пространственно-временный масштаб Поэтому можно ожидать, что все физические постоянные изменяются в гравитационном поле пропорционально своей размерности Мы предполагаем, что постоянная планка также должна изменяться в гравитационном поле пропорционально своей размерности В рамке выделено основное условие нормировки физических величин В условиях изменяющегося пространства временного масштаба При разных гравитационных потенциалах и соотношениях Мы утверждаем, что квадрат скорости света равен суммарному гравитационному потенциалу Создаваемому всем массовой Вселенной с отрицательным знаком Квадрат постоянной планка на эту величину, скалярную функцию, постоянен И произведение массы электрона в квадрате на эту скалярную функцию также носит постоянный характер Исходя из этих уравнений нашей группы было сформулировано новое соотношение для выражения квадрата интервала И при анализе этих соотношений как раз мы и выявили, что скорость света в гравитационном поле возрастает А постоянная планка уменьшается Ну а поскольку частота излучения атома обратно пропорционально увеличение постоянной планки в третьей степени То атомные часы, то есть скорость которых пропорционально атомной частоте Будут идти быстрее вблизи Земли, вопреки утверждению ОТО Следующий момент, который был определён нашей командой Концептуальный момент И этот момент интересен не только с точки зрения теории, но и с точки зрения практических применений Потому что этот момент выводит нас на путь к управлению гравитацией Как будет об этом показано ниже Согласно новой модели, величина постоянной планки связана с величиной гравитационного потенциала, указанной формулой Заряд электронной и постоянной тонкой структуры не меняются Вблизи большой массы, как следует из этого уравнения, величина постоянной планки уменьшается Возрастает скорость протекания всех, без исключения физических процессов На данное соотношение можно взглянуть и с другой точки зрения Обозначив стандартное значение постоянной планки, которое сейчас принято в кондициональной науке Измеренное в стандартных условиях земной гравитации, как HE, с индексом Е Тогда получается, что параметр постоянной планки нормируется через произведение коэффициента Z и HE При таком рассмотрении Z есть физическая характеристика флуктуации континуума При Z равном 1 мы имеем обычное стандартное значение постоянной планки на поверхности Земли в стандартных земных условиях Z больше 1 на высокой орбите, где гравитационный потенциал ниже Z меньше 1, например, на поверхности Солнца, где гравитационный потенциал больше Как будет показано далее, это соотношение принципиально для не только теоретического понимания связи гравитации и времени Но и для управления гравитационным потенциалом и создания тяги Эффект Солошенко и Нечелина относится к неконвенциальной физике При этом наша команда утверждает, что не существует ни одного прямого физического доказательства Что уверен эффект гравитационного замедления времени Учитывая, что работа встретила жесточайшее сопротивление в академической и научной среде А мы готовы были сделать данный доклад в 2014-м, но, к сожалению, по ряду причин просто технически не успели При любой попытке обращения в различные государственные структуры с предложением проведения этого проекта Либо смежного с ним, мы наталкивались на колоссальный отпор со стороны академических экспертов Которые говорили, ну как же, замедление времени, гравитационное замедление времени является доказанным фактом Значит, следовательно, ваша работа изначально строится на ошибочном представлении и вашего эффекта не существует И в 2014 году Институт специальных исследований сделал публичный вызов Российской Академии наук По вопросу о ходе времени в поле гравитации, то есть частоте излучения атома Академия наук этот вызов приняла У нас есть официальные документы на этот счет, и не только Академия наук приняла этот вызов И в 2014 году мы открыли публичный научный конкурс Суть конкурса Институт специальных исследований выплатит 100 тысяч долларов любому лицу За предъявление научной статьи, подготовленной любой научной командой Содержащий факт измерения, доказывающий истинность гравитационного замедления времени согласно Отто Эйнштейна Любой желающий может обратиться с требованием о выплате приза, предъявив такое доказательство и получить приз Если академическая научная среда считает гравитационное замедление времени истинным физическим эффектом Институт готов выплатить крупную сумму за предъявление доказательства Предъявите статью за доказательством и приз ваш В истории науки России это единственный пример, когда общественная научная организация Готова выплатить крупную сумму за считающуюся доказанный научно-физический факт Это не шутка, конкурс действует до сих пор Российская академия наук в курсе этого конкурса У нас есть спецписьмо от Российской академии наук Более того, у нас есть спецписьмо от Министерства образования и науки В Российской Федерации отсутствует какой-либо подобный конкурс с подобным призом Итак, вдумайтесь, приз выплачивается за предъявление доказательства общеизвестного и считающегося доказанным факта Если гравитационное замедление времени доказано, предъявите статью и мы выплатим приз Могу сделать хоть сейчас Ну сейчас, допустим, я могу, предположим, вам полтора процента как в качестве гарантии выплатить этой суммы Но я не шучу Еще раз, информацию можно посмотреть в научных статьях Кто заинтересуется, здесь в приложениях указаны научные статьи Можно все поднять, более того, на сайте Института специальных исследований, на первой странице Есть переход на конкурс Информация о конкурсе попала в пару изданий В один из журналов и одна научная статья К сожалению, на нашу просьбу к Академии наук Осуществитель промоушен информации о конкурсе На ее сайте мы получили отказ Хотя они подтвердили То есть конкурс они согласовали Итак, повторю, конкурс действует до сих пор Если вы не согласны То вы можете поучаствовать в этом конкурсе Сразу скажу, что начиная с 2012 года, еще до объявления конкурса То есть конкурс был объявлен в 2014 А с 2012 года Мы практически прошли процедуры Экспертного обсуждения, анализа Со стороны всех крупных ведущих российских Центров фундаментальной физики Образовательных центров в том числе Ну и естественно Российская Академия наук Максимальный уровень, который нам удалось пробить В 2015 году Летом 2015 года Состоялся доклад В Академии Генерального штаба Для членов военно-промышленной комиссии Где присутствовало 40 экспертов Конкурс уже существовал Эксперты все были в курсе о наличии этого конкурса Цель конкурса состояла в том, чтобы Как раз Военные приняли участие в одном из проектов Которого дальше пойдет речь Но еще раз повторю 40 научных экспертов Ни один из экспертов Не представил опровержения Хотя попытки были Еще до них порядка 20 экспертов То есть к нам обратилось Два десятка экспертов То есть они написали на институт специальных исследований Попытались предъявить доказательства И написали на институт специальных исследований Обращение с требованием о призе И они все признали свое поражение То есть приз до сих пор есть Любой желающий может попытать удачу и забрать его Только статья или опыт продемонстрирования Сейчас вы Давайте смотрите Не торопитесь Сейчас здесь осталось совсем недолго Я постараюсь покороче Итак На текущий момент получается следующая ситуация Что выдвигаемый нами эффект Эффект Солошенко и Нечилина Гравитационное ускорение времени Носят гипотетический характер Но мы утверждаем Что гравитационное замедление времени Которое рассматривается наукой Как физически доказанный факт Также является непроверенной гипотезой Если это факт Приявите доказательства Мы уплачем приз Позиция очень простая Мы утверждаем Что нет ни одного доказательства Подтверждающего факт Гравитационного замедления времени Согласно ОТО Поскольку Наша работа носит Теоретический характер И направлена на практические цели То как и любой работы Существуют аргументы за Так и аргументы против Я не буду сейчас Перечитывать множество аргументов За и против Становлюсь только выборочно На наиболее значимых С нашей точки зрения Всем кто заинтересуется Здесь есть приложение Статьи Сразу скажу Что уже сейчас На сайте института Специальных исследований ИСИ Висит данная презентация Можно скачать Конгресс 2016 Пдф Ну увидите Здесь все будет Итак Какие же аргументы За существование эффекта Солошенко и Чилина Можно было привести Я не буду вдаваться Сейчас В детали Теоретически Для того чтобы Не ломать копья Это просто бессмысленно Формат презентации Не позволяет А выделю С моей точки зрения Наиболее существенные Факты То есть я сейчас Буду говорить О фактах Которые можно Рассматривать В подтверждение Косвенное подтверждение Существование Эффекта Солошенко и Чилина Факт номер один 2012 год В 2014 году Повторная работа При облучении лазером Ускоряется распад Цези-137 Ускоряется Темпоральный процесс Это команда Команда Шофеева Институт общей физики Прохорова С точки зрения Официальной научной Парадигмы Это нонсенс Быть такого не может Нельзя С точки зрения Официальной научной С точки зрения Стандартной модели Воздействие лазером На атом Ускорить распад Как мы объясняем Данный феномен Изменение Изменение Постоянной планки Которая лежит В основе эффекта Солошенко и Чилина Отлично Дает отличное Объяснение данному Эксперименту Воздействие на континуум Возможно создать Локальное возмущение Флуктуацию Резко меняющая Параметр самого Континуума То есть характеризующиеся Изменения Поставления планка Если вспомните Вот соотношение Z Через HE То есть есть практический Пример Второй практический пример Я думаю Что большинство Или по крайней мере Каждый второй Здесь присутствующий Знаком с этим Речь идет Об экспериментах С необычным поведением Полевой плазмы В лаборатории На космической станции На орбите Земли Работа была Осуществлена Под непосредством Руководством Фортова Российская академия наук Итак Полевая плазма В лаборатории На орбите Фортова 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 На Земле Такое явление Не наблюдается Официальная наука Не имеет четкого Объяснения Данного феномена В рамках эффекта Солошенко и Нчелина Феномен объясняется тем Что у плазмы Больше эффективного времени На орбите То есть время Идет медленнее На орбите А значение Поставления планка Больше чем на Земле Это обеспечит Два условия Необходимых и достаточных Для формирования Устойчивых Квазикристаллических структур Я подчеркиваю Я сейчас рассматриваю Исключительно факты Факт номер три Носит сенсационный характер О нем стало известно Первые упоминания Об этом факте Появились в 2010 году Затем в 2014 году Доктор Уайт Выступил на конференции Официальной конференции В Вашингтоне И наконец в 2015 году Этот факт проверен Институтом Макса Планка И командой Китайских физиков О чем идет речь Под НАСА Уже почти 10 лет Реализуется проект Так называемого War Drive Под руководством Доктора Уайта Его еще называют Sony Группа Eagle Works Оказалось, что физически И технически возможно Создать такие условия При которых происходит Мощное возмущение Континуума То, что вот и называется Искривление пространства Времени Проведены эксперименты С лазерным интерферометром И доказана возможность Путем воздействия Высокочастотным излучением На локальный континуум Регистрируются Эффекты Гравитационной тяги Без отбрасывания массы Так называемый В рамках так называемого Проекта двигателя M-Drive Или двигателя Шойера Как объясняет Наша группа Строенной модели Объяснения нет Есть попытки Попытки модификации Общей теории Относительности Эйнштейна И введения Так называемого Понятия Время и Йорка Мы объясняем это Следующим образом Существует эффект Салашенко и Нчелина Изменение Постоянных планков В рамках модели эффекта Отлично объясняет данный феномен Подчеркиваю Я не буду все аргументы проходить Чтобы не тратить время Здесь аргументы Здесь выделены Наиболее существенные Но в наших работах Скажем так Раза в три больше Любой заинтересующийся Может посмотреть Следующее В 2015 году Два месяца назад В Женеве Произошла Публичная конференция Группы Курашова и Сахно Они покинули Россию Потому что не смогли Найти поддержку своим результатам Но Нашли поддержку там Итак Курашова и Сахно доказали Факт Возможности Трансмутации Химических элементов Низкоэнергетических процессов Превращение одних химических элементов В другие Микробиологическими реакторами С присутствием специальных бактерий С точки зрения Современной Парадигмы Это невозможно Подчеркиваю Как объясняем это мы Мы считаем Что живые организмы Способны создавать Условия квантовой нелокальности Необходимой для прямой Телепортации Компонентов атомного ядра Мы полагаем Что с высокой вероятностью В зоне телепортации Резко меняется параметр Постоянной планки Что приводит К скачкообразному Изменению волны Дебролля Например в атоме Поглощенном живым организмом В его ядре Материализуется Или дематериализуется Телепортируясь протон и нейтрон Как я уже говорил Указывал на это Что серьезнейший вывод О гравитационном замедлении времени В общей теории Относительности Эйнштейна Строится на предположении Что энергия и частота фотона Не меняются Я уже говорил Что многие монографии Во многих учебниках Одновременно присутствуют Два взаимопротиворечивых Опродвигающих друг друга Две интерпретации Две модели Модель Ньютона Интерпретация красного смещения И модель Эйнштейна Что можно вообще сказать сейчас Не имея физических данных Как факта подтверждающего Меняется частота энергии фотона Придвижение фотона поля гравитации Или не меняется Есть ли какие-то косвенные данные Которые можно было бы Рассматривать Как такое подтверждение Об изменении Мы говорим, что да Такие косвенные данные есть Выделим наиболее существенные из них И затем я покажу Как на мой взгляд Наиболее такой говорящий Пример И речь идет о фактах Подчеркиваю, только факты Это не домыслы, а факты Есть факты Мы их можем интерпретировать В одну или другую сторону Но это факты Итак Всем известный факт Аномальный доплеровский дрейф Частоты пионеров 10 и 11 Второй факт Это квазары Хальтана-Арпа Они чуть побольше Соединенные общим мостом Имеют разное красное свечение Дальше Сверхновые типа Ай-А Имеют яркость Ниже той, которая им полагается По закону Хаббла Дальше Есть малоизвестная вещь Под названием программы Старфиш В 70-х годах Американцы проводили Испытания Сравнительные испытания Двух ядерных зарядов Одной и той же мощности В стратосфере То есть там, где гравитационный потенциал ниже И непосредственно у Земли Оказалось, что существует Огромная разница По энергетическим параметрам Ядерных взрывов Объяснения данный феномен не имеет Наконец, есть Практика и технология Радиолокации Низколетящих и высоколетящих целей Где в радиолокации Применяются различные типы антенн Вертикальные, горизонтальные И так далее Мы считаем, что Перечисленные вещи Наиболее ярко Свидетельствуют В пользу возможности Изменения частоты Энергии фотона При движении в поле гравитации Один из наиболее ярких На наш взгляд Примеров Я думаю, что Это малоизвестная вещь Хотя возможно, что Вы о ней слышали По крайней мере, что ли Да, хорошо Значит Квазары Хальтанов Я их пройду Основные возражения Против эффекта Это принципы эквивалентности Из равенства Гравитационных масс Выводится Гравитационное замедление времени Мы утверждаем Что на самом деле Нет ни одного эксперимента Который бы доказывал Что время замедляется При сравнении При сравнении Разных систем Отчета Эксперименты По изменению Красного смещения Мы сказали Набор релятивистских эффектов Посредственно Спутниковой системы GPS На спутниках Отсутствуют Атомные часы Необходимой точности Для того, чтобы Сделать вывод О том, что Время замедляется Дальше Сообщение Научной литературе О многократах Измерения их эффекта Замедление времени С помощью высокоточных Атомных часов Нет ни одного Эксперимента Который бы доказал Ни одного эксперимента Кроме эксперимента Хаффили Киттинга Который бы Доказа Привел Прямое сравнение Значение показаний Счетчиков Ассоцилляций Атомных часов При разных Гравитационных потенциалах Как раз мы Предлагаем Проведение Такого эксперимента Проект называется Башня времени Мы предполагаем На высотной башне Установить пару часов Часы верхние Часы нижние Основное ожидание Нижние часы Будут идти быстрее Проект Мы приступили К реализации проекта Институт приступил К его подготовке Он будет проведен в США Вероятный город Чикаго Скорее всего Стартует проект В конце следующего года Спасибо У вас на вопросы Уже не осталось Ну да Я просто Можно Значит последнее Смотрите Буквально последний Будет Я думаю Он будет вам Очень интересен Я думаю Все понимают Какие открываются Фантастические возможности Если подтвердится Существование эффекта Постоянная планка Входит в соотношение Волны Деброля Соотношение Неопределенности Гейнсберга И так далее Самое важное Что мы можем получить С практической точки зрения Понятно Экранирование гравитации Мы можем получить Смотрите И не только Экранирование гравитации Но например Темпоральную остановку Любого процесса Остановку времени Согласно общей теории Относительности Эйнштейна Для того чтобы Остановить время Нам необходимо Создать гравитационный потенциал Черной дыры Технически Это невозможно Мы предлагаем Проект Темпорального капсулятора Устройство Которое Внутри Оболочки Создает Необходимое Возмущение континуума Характеризующиеся Измененным По состоянию Проплоданка Экранирование гравитации И время здесь остановится Тем самым Любой желающий Если такое устройство Будет создано Сможет дотянуть До возможности Медицины Когда медицина Сможет оказать Посильную помощь Спасибо Благодарю за внимание Уважаемые коллеги Просьба Да вот К сожалению Не оставил докладчик Нам время На вопросы Я могу ответить После лекции У нас сегодня Вечером будет Круглый стол Вот смотрите Пока мы его Пытались Это самое Значит я думаю Мы пригласим Вас Для более детального Разговора Безусловно